Это Хабар 24, прямой эфир. Первыми за рубежом проголосовали казахстанцы в Южной Корее и Японии. Избирательные участки там открылись в 4 часа утра по времени Астаны, это 7 часов по сеульскому времени. За ходом голосования следит наш собственный корреспондент в Южной Корее Владислав Цоев. Владислав, доброе утро. Какова активность избирателей? Добрый день, Динара. Избирательные Южной Кореи довольно активны. Еще до открытия участков, до 7 часов утра по сеульскому времени выстроилась очередь. И как только началось голосование, свой выбор сделали 5 человек. И вот к этому часу, как мне подсказывают члены избирательной комиссии, проголосовали уже 41 человек. Первым избирателем стал житель провинции Кенгидо, это регион вокруг Сеула, его зовут Юрий Цой. Он работает в городе Хвасон уже 5 лет, один раз в год приезжает в родной Ахтубе, там у него есть бизнес. И что интересно, 42-летний актюринец впервые в своей жизни принял участие в выборах. Также одной из первых проголосовала студентка Камила Шакен. Это тоже ее первые выборы, так как всего 3 дня назад ей исполнилось 18 лет. На участке в Токио тоже много избирателей, пришли в первые минуты после открытия участка. На консульском учете посольства нашей страны в Японии состоят 200 человек. В основном это студенты, докторанты и те, кто работает в японских компаниях. Первым в Токио проголосовал предприниматель Сырымбек Тау, он находился в стране восходящего солнца в командировке. Продолжение следует... Так как мы молодежь, если мы хотим что-то изменить, нужно начинать с себя и прийти на выборы, чтобы наша страна развивалась в лучшую сторону, чтобы она процветала. Я пришел на участок и сделал свой выбор. Сегодня я пришел на избирательный участок, чтобы проголосовать за одного из кандидатов. Мы живем в Корее, но всегда следим за казахстанскими новостями. Сейчас в стране начинают проводиться реформы. Президент избирается на 7 лет. Таковы нынешние изменения. Поэтому я и пришел голосовать. Кандидат, из-за которого я проголосовала, считаю единственным достойным. Надеюсь, что Казахстан будет развиваться. Лично для меня он вдохновляет молодежь двигаться вперед. Да, я могу. Также добавлю, что за процессом голосования следят два наблюдателя. Один независимый и один международный. Здание посольства охраняет сиульская полиция. Стражи порядка будут находиться здесь до окончания голосования. Оно закончится в 8 часов вечера по сиульскому времени. Это 17 часов по времени Астаны. Мы будем следить за ходом голосования и будем сообщать новые подробности в прямом эфире. У меня к этому часто вся информация. Спасибо большое. На прямой связи со студией был Владислав Цой из Южной Кореи. Я напомню, наши корреспонденты по стране и миру продолжают следить за ходом голосования. Все самые свежие новости на Хабар 24.